Девушка, извините, познакомиться. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Боря, меня зовут. Познакомиться хочу. С кем? С со мной? Так, с вами. А с кем? Очень приятно, мне Настя зовут. Очень приятно. Я жду маму. А, здорово. К бабушке поедем. Я немного волнуюсь сейчас. Полово, она побила, которую выказывает. Сейчас очки потеют. Может, я запишу ваш контакт. Телефон? Да. Ну, я даже не знаю, то есть, в принципе, я не против, просто у нас большая разница в возрасте. Да? Да. То есть, надо сразу этот вопрос закрыть как-то. Ладно, эту тему мы больше не трогаем. Какое возрасте? Да. Все, так, на этом условиям все, да? Хорошо. Супер. Тогда я записываю. В общем, друзья, как видите, даже если вы пытаетесь все испортить намеренно, у вас все равно есть шанс. Но, боже упаси, не копируйте мои приемы. Так делать нельзя. Если вам интересна тема пикапа, лучше посмотрите, как это делают профессионалы. Термоядерный приветик, зрители Интерсети. С вами Playboy Атомный, игрушка-гига-соблазнитель, где мы разбираем, как можно знакомиться с девушками. Я рассказываю свой опыт. Вы можете с ним соглашаться, можете не соглашаться, можете высказать свою точку зрения, но на уважительных нотках, то есть без оскорблений, прямых или косвенных. Просто сказать, ну я согласен, я считаю по-другому, вот у меня был такой опыт, или я считаю вот так-то, так-то. Пожалуйста, имейте право. Так, ты замужем, а мы остановились? Нет, странный вопрос. Сейчас это, вот это неадекватный вопрос. Представиться нормальный. Здесь самое, вот это классный на юморе, можно так сделать. И представиться тоже. Но лучше на юморе, конечно. Вот эти два варианта, ни в коем случае. А и Д, это просто жесть. Вот заглянуть ей под юбку добавьте. Смотри, у тебя что-то на ноге. Вот я посмотрю, дай-ка. Что за чип? Да, это реально странно. Настоящий джентльмен. Ну в этом случае, в этом случае. Я думаю, есть в парке, например, когда я бегал, занимался спортом, была девушка, которая полностью сняла с себя платье, вот и стояла в одних трусиках и этом самом, как его, в бюстгальтере. Я на нее смотрел и абсолютно нормально. Она сама сняла. То есть, понимаете, тоже ситуация. Такие ситуации реже происходят, конечно. Но она сама разделась. Вот она что-то там... Я даже не понял, что она разделась. Вот, по-моему, она передела что-то другое. Потому что я просто увидел, что она разделась и стояла практически в нижнем белье. Я на нее посмотрел, а уже дальше потом убежал. Не видел. Поэтому, ну в этом случае этого нет, конечно. Спроси, как ее зовут. Ответить, что тебя зовут так же. Это прикол. Как тебя зовут? Алекса. Ты, наверное, шутишь. Нет, просто меня тоже зовут так. Приятно познакомиться с меня тоже. Разве это не прикольно? Я шучу, меня зовут Рича. Тем не менее, мне все равно приятно. Да, хорошая. Это очень забавный подход к такому вопросу. Тебе нужно узнать ее имя, и ты, вслед за очевидным вопросом, вставил смешную шутку. Конечно, очень важно, чтобы ты говорил это игриво, только не с серьезным лицом, и тогда ты гарантированно вызовешь улыбку. Ну, это отличный вариант. Ну, хорошо, что тебе нравится делать в свободное время? Вообще-то у меня не так много свободного времени. Я работаю. Я много работаю. Я люблю проводить время гуляя. Да, стараюсь дышать воздух. Ты из активных людей, которые всем чем-то заняты? Да, сложно сидеть на одном месте. Ты не из диванных. Иногда полежа на диване, но в целом люблю активные. Понятно, аполуактивные. Я люблю активный отдых, но я предпочаю, когда кто-то другой организует планирует все, и ей потом говорит приходи. Но чаще всего расслабляйся дома. Справедливо. Ну, смотрите, тут это прошло. На самом деле, не очень хороший такой себе ответ. Во-первых, они до сих пор стоят. В реальности она бы уже давно пошла, потому что она хочет кормить белок. Поэтому, ну, то есть у нее свободное время, и ей хочется покормить белок. А она стоит с каким-то чуваком и общается, не поймя, не о чем. Это постановка, поэтому она так работает. В реальности она бы ушла бы. Ну, просто потому что ей веселее покормить белок, чем с кем-то непонятным общаться. Лучший бы, вот самый классный вариант, это как только узнали про белок, пойдем вместе тоже покормим. И вот этот весь диалог, пока бы вы шли, пока бы вы кормили белок, вообще бы идеально вписался. Вот если этот диалог вести на ходу с белками, это клево. А вот так, как он сделал, остановился, это ошибка. И на солнцепёке. Никогда, никогда не останавливайтесь летом на солнцепёке. Серьезно. Вы только разрушите все. Знаете, если вы нравитесь девушке и остановили ее на солнцепёке, скорее всего, вы станете ей нравиться меньше. Могу я просто попросить у тебя номер телефона? Нормальный вопрос вполне. Если ей интересно и она спешит, она даст номер телефона. Но тут нету никакой пока активности. Хотя она слишком много говорит, поэтому можно взять телефон. Уже можно взять. Заинтересовать ее одним из своих хобби. Стоять снова-таки. Самая большая. Вот сейчас он как раз. Почему эта игра плохая с точки зрения обучения? Потому что он стоит на солнцепёке, и в реальности у него бы не получилось бы так вести диалог. В реальности она бы ушла, если бы это не была актриса, которой заплатили деньги. Заинтересовать ее одним из своих хобби. При чем здесь хобби? Вот при чем здесь хобби? Вы пришли, она хочет отдохнуть. Хочешь, иди покорми с ней белок. Не хочешь кормить белок? Возьми телефон и пригласи ее на свидание. Все. Не надо вот это хобби. Это частая ошибка у многих парней, которые начинают рассказывать о чем угодно, кроме того, что по сути нужно. Вы хотите с ней познакомиться, вы хотите пойти с ней на свидание. Так и спрашивайте про свидание, берите номер телефона и говорите, я бы хотел с тобой на свидание пойти. Все. Это быстрее будет, чем вот это ходить долго. О хобби, о своих хомячках. Ну, на хомячках здесь, поскольку она о белках, можно было бы рассказать. О своих машинах, о прическах. Это все ошибки. Это, понимаете, так говорят люди, которые комплексуют. Которые комплексуют и считают плохим и чем-то зазорным отношения с девушкой. В том числе и сексуальные отношения. Вот те, кто комплексуют, они говорят о чем угодно, кроме того, что по сути нужно. И это бесит. Многих девушек это бесит. Слушай, мне нужно встретиться с друзьями, но я хотел бы увидеться с тобой снова. Оставишь мне свой номер. Вот это классный. Вот это более такой прямолинейный, более грубоватый способ. Но если вы нравитесь, он подойдет. А вот это более клевый. Мне нравится, как ты непринужденно выглядишь. Ненавижу, когда девушки стараются выглядеть слишком хорошо. Это даже может ее обидеть. Вот, понимаете, вот, например, по ее внешности, что бы я сказал? Она выглядит обычно. Я бы ничего не сказал, ни комплимента. Вот почему бы я с ней не познакомился? Она выглядит обычно и она обычная девушка. Вот ее внешние виды повадки говорят, я обычная девушка с завышенной самооценкой, передо мной должны все преклоняться, а на самом деле я внутри очень закомплексована. Поскольку я психолог, я это сразу вижу. По тому, как она ведет себя, по тому, как она одета. Это все видно. Ну, это для этого психология есть. Можно рассказывать долго и нудно про файлинг, как определять, врет человек или не врет, какие у него комплексы, какие все такие что-то. Я даже могу определить иногда, встречаясь с девушкой, мастурбировала она на меня или нет. То есть я также могу определить, например, с котом был интересный случай, когда я понял, что хочет кот. То есть я шел по улице, смотрю кот, подхожу к двери, открываю дверь и кот пропихает в дверь. Потому что я понял, по тому, как кот стоял, по тому, как кот смотрел, что он хочет в эту дверь зайти. Я открыл дверь и его величеству коту дал пройти первым, потому что он пушистый. А я зашел вторым. Вот как-то так. Мне нравится, как ты непринужденно выговоришь. То есть психология, она позволяет многие вещи понимать, такие, которые люди не говорят. Вот допустим, что эта девушка не доверяет мужчинам. Она не доверяет мужчинам и везде ищет подвох. Она же об этом не говорила. Но по ее внешности, по ее поведению понятно, что она такая. Могу я попросить... Если интересно, я могу этому обучать. Могу я попросить у тебя номер телефона? Ну, давайте самый такой комфортный. Как, я уже говорил, я собирался встретиться с друзьям. Может, ты оставишь мой номер телефона? А мы сажимся. Ага, можем встретиться. Хорошо. Окей, пожалуйста. Класс, спасибо. Удачи. Тебе тоже, увидимся. Класс. Класс. Она дала ложный номер. Не круто. Снова-таки. Если вы ей понравились, она вам даст настоящий телефон. Если вы ей не понравились, она может дать вам ложный телефон. Но для этого всегда можно перезвонить и попросить, чтобы она вас набрала. И тогда понимаете, что это настоящий телефон. Потом, если вы ей не нравитесь, и вы пригласите ее куда-то сходить, один-два раза попробуйте пригласить. Если на первый вариант вы приглашаете в четверг вечером, туда-то в кафе. Я занято. В пятницу вечером туда-то, допустим, на каток ледовой. Я занято. Предложи какой-то свой вариант. Я занято. Все, до свидания. Дальше. Не надо ничего звонить, спрашивать. Это она морочит голову. У нее заезды за все эти, блин. И не надо с ней разборки устраивать. Не надо там рассказывать. Ой, зачем ты мне морочишь голову. Все это все. До свидания. Я даже делаю проще. Я сразу спрашиваю ее, когда у тебя свободный вечер, когда мы можем встретиться. Я всегда все очень занята. Все, до свидания, пока. Я свободна тогда-то, тогда-то. Хорошо, тогда и встречаемся. И лишних действий вот этих совершать не имеет смысла. Поэтому, вот он говорит, что она ложный телефон дала. Нет. Если она хочет встретиться, она даст стоящий телефон. Не хочет встретиться, даст ложный. Поэтому, тут вы только узнаете, хочет она с вами встретиться или нет. А вот в пикапе вот это, надо продавливать, надо еще чего-то. Нужно быть настойчивым, исправлять. Нет, это херня полная. Херня полная. Вы только нервы себе потратите. И ей нервы испортите. Зачем это? Могу я попросить? Мне нравится. Ты принужденно выглядишь, ненавижу. Но я думаю, он вот это считает правильным вариантом. Но на самом деле, можно было телефон просить сейчас. Тем более, она белок. В реальности, она бы предпочла телефон дать, чем вот эти разговоры все вести. Потому что она хочет покормить белок. Хочет покормить белок. Все. Какие вопросы? Ну, девушка хочет покормить белок. Идите с ней кормить белок, если у вас есть сейчас время. Или берите телефон. А он, вот ложные советы дает он. Знаешь, мне очень нравится твой стиль в одежде. Такой непринужденный. Потому что, как ты знаешь, многие девушки слишком стараются. А ты классная сразу. Видно, что тебе плевать. Очень свежий. Девушке такое странно говорить. Ну, я говорю все, что приходит в голову. Пикапер, блин. Ну, хорошо, тебе погулять, друзья. Я же сделал тебе комплимент. Не существует подходящего времени, что сказать что-то наподобие этого. Сплошной негатив. А ведь эта девушка выглядит такой милой, радостной, дружелюбной, общительной. Да и вообще никогда такого не говори. Это очень низко и жестоко. Даже если ты в таких случаях обычно лучше пошутить ей по психологии. На самом деле, вполне стоит говорить. Знаете, вот психология и одно из психологий развития личности связано с тем, что в психологии очень часто приходится сталкиваться с теми вещами, которые неприятно о себе узнавать. И неприятно прорабатывать. Например, у меня были травматические события в детстве, связанные с боевыми действиями. Я видел, как заживо горят солдаты. Я видел поле трупов. И когда я вспоминал этот момент, это была психотравма прорабатывала. Я рыдал в соплях, весь был на коленях стоял. Я это в три года видел, понимаете. Это детские воспоминания. Мне это очень тяжело было. Но для того, чтобы восстановить память, для того, чтобы улучшить память, пришлось прорабатывать вот эту психотравму. Очень часто в психологии приходится сталкиваться с тем, что вам может не понравиться в себе. К сожалению, вот так вот. И вот сказать, что ты обычная девушка, это не очень-то приятно. Но это правда. Это правда. Поэтому, так сказать, ну тут было, выглядишь слишком, когда девушки стараются выглядеть слишком хорошо. Ненавижу, когда. Ну да, вот это типа, выглядеть слишком хорошо. Типа ты не... Это знаешь, она переведет это, как ты не слишком хорошо выглядишь. А у нее, она комплексует по своей внешности. Она считает себя не самой красивой, потому что она обычная девушка. Вот. И поэтому ее это заденет. Если бы вы красивой сказали то же самое, это бы прошло бы. Потому что красивая, она посмеется над этим. Типа да, да. Может негативно, но зачастую посмеется. Ну давай телефон. Послушай, что скажешь, если я попрошу тебе номер телефона? О, знаешь, даже, наверное, нет. Но было приятно с тобой пообщаться. Желаю тебе... Окей, увидимся. Чушь. Я даже не хочу слушать его разъяснение. Когда... Ровно? Ага, типа слишком рано. Вот, вот это затягивание как раз девушек бесит. Девушки не такие тупые, как кажется. И они не настолько закомплексованы, как многим. Понимаете, у парней ложное представление о девушках. Совсем ложное. Воспитанное. Они такие все только о любви, о семье. Все это нет. Многие девушки, современные девушки, вполне нормально относятся к сексу. И к свиданиям чисто ради секса. Очень много таких девушек. Зачастую они ложные. Вот мне не нравится то, что большинство девушек врут. Меня это бесит, поэтому я машу ручкой до свидания. Но в целом нормально к этому относятся. Только врут. Вот что это. Заинтересовать ее за одним из своих... Это дебилизм. Серьезно. Это ходить вокруг да и около, блин. Это бесит. Значит, хобби. А ты знаешь, у меня машина там. А я еще когда-то на яхте катался, блин. Зачем это? Она белок хочет кормить. Бери телефон или иди с ней белок кормить. Ты пробовал скалолазание, когда лезать наверх пастельной? Я слышала об этом. Я всегда хотел попробовать, но это круто. У нас есть место, куда мы ходим около четырех раз сходить. Очень здорово. Тебе реально стоит попробовать. Да, мне обязательно. Когда общаешься с девушками, нужно показать им, что у тебя есть любимое дело, твоя страсть, какое-то хобби. Почему бы тебе не зацепить это кому-то? Это лучший выбор в этой ситуации. Так ты говоришь, что тебе нравятся велосипеды и скалолазание. Можешь еще что-то сказать об этом? Ага. Спорт с ракеткой? Теннис? Да, теннис. Большой пенис, да? Это английский вид спорта. Нет, безусловно. Он не только в Англии играется, его играют везде, но игра проходит обычно в закрытом помещении, играет со стенкой, стены окружают тебя с четырех сторонок, и ты можешь отправлять мяч в любую. Я думаю, это лучший способ размяться. Это звучит опасно, но если. Нет, это не страшно. Мячик совсем небольшой, поэтому, если задержишь, не страшно. Вы можете разрушить друг друга с ракетами, но это не случается. Это случается в любом случае. Вы попробуй когда-нибудь. Ты говоришь, что ты айтишник? Абсолютная чушь. Это реально. Ну, постановка, потому что. То есть, о сквоши каком-то. Большинству девушек безразличны увлечения парней. Они рассказывают о том, что ваши увлечения так важны и так эти только для того, чтобы вам понравиться. Только для того, чтобы втереться в доверие. Только для того, чтобы потом встречать. Если девушка говорит, что вы круто шутите, или вы что-то там очень талантливый, вы можете действительно быть талантливой, но это надо говорить не потому, что вы талантливы, а потому что вы ей нравитесь и она хочет с вами отношений. Они прямо не говорят, а вот так зачастую заволю. Ну, это мой опыт такой. Потом, а хобби, скалолазание. Она в юбке, она в юбке. Какое скалолазание? Ну, о чем ты? Она не будет лазить по скалам. Ты смотри, это девушка, которая занимается спортом? Нет, это самая обычная девушка. Она не скалолазка, она в юбке. И она хотела идти белок кормить. Почему? Эта девушка становилась только из-за денег. Ты ей заплатил, вот, она арктриса, поэтому она становилась. Реальная девушка, которая бы хотела белок кормить, ушла бы уже давно. Сказать, что ты модель нижнего белья, потом постараться потрогать ее попку. Это в этой ситуации нет. Программист, есть девушки, которые вообще в просвечивающейся одежде ходят, с такими может такая штука пройти. Программист, но это очень скучно и тебе не понравится. Да, это реально скучно и они не будут разговаривать на эту тему. Они будут говорить это только для того, чтобы понравиться и заинтересовать. Например, если вы, скажем так, если вы выглядите достаточно круто и видно по вам, что у вас есть деньги, и девушки будут стараться с вами познакомиться. Но не потому, что вы какой-то сексуальный или суперумный, а потому что у вас есть бабло и они хотят сесть вам на шею. Сказать, что ты рекрутер моделей. Вполне можно, если ты реально рекрутер. Программисту увлеченно сказать про это. Это не имеет, нет, это программист. Если ей не нравится программирование, то тогда да. Есть девушки-программисты и есть видео одного пикапера, который познакомился с красивой девчонкой, программистом. Программист, но перевести разговор на философию жизни. Я как в этом оказался, в университете. Вот философия жизни, знаете, предмет такой, на парах написано, философия жизни. Нет, сказать, что ты рекрутер моделей, давай. Да, я работаю в IT, но я еще и рекрутер моделей, я серьезно. Да, я увидел тебя и подумал, что ты подойдешь. Ты когда-нибудь думал о стать модель? Я работаю в модель. А в каком агентстве ты работаешь? В ее агентстве? В ее агентстве, ага. Ага, Ace Models. Ну, такого не существует. Это новая агентство. Нет, это не речь. Мы только недавно открылись, это правда. У меня есть визитка, я покажу тебе. Абсолютная чушь. Даже если ты сейчас не запутаешься в своем роде, когда-нибудь тебя раскроют. Поэтому намного лучше, на самом деле, стать человеком, который гордится своими достижениями, чтобы тебе не нужно было врать. Поэтому, если тебе стыдно говорить, правда, начни работать над собой пока. Крутым, уверенным в себе парнем, чтобы гордиться собой. А если я действительно рекрутер моделей? Ну, что тогда? На самом деле, вполне, знаете, хотя я за честность, вот. Но скажу такое, что есть девушки, которые любят врать, и парни, которые любят врать. Они часто вместе встречаются, вот, и у них на вранье все построено. Я предпочитаю больше честность. Но, даже если это было бы не честно, вполне, он сошел бы за рекрутера. Давай, увлечен рассказать о программировании. Да, я работаю в IT, и я, правда, люблю свое время. Я знаю, что многие думают, что это все равно занудно, но сейчас мне кажется, что это самое интересное из всех возможных. У нас так много классных компаний, обожаю свою работу. Иду каждый день, иду в офис с радостью. У меня очень увлекательная профессия. Это хорошо. Если у тебя есть работа, но ты думаешь, что она скучная, это не важно. Тебе все равно нужно показать страсть к какому-то делу. Если тебе все же нравится работа, даже если ты полагаешь, что другим будет скучно, вред об этом вдохновении. Пусть, чтобы они проникли, чтобы почувствовали эту эмоцию, даже если они не совсем в теме. Так что не переживай, что работа окажется скучной, главное, как ты говоришь об этом. Помни твои эмоции с раздительными. Ты что, останавливаешь девушек на улице? Да. Но на самом деле фигня. Если вы хотите встречаться с девушкой и разговаривать о своей работе, ну тогда идите на конференцию по программированию и общайтесь с девушками-программистками. И вы будете с ними общаться и дружить по программированию. Я так понял, цель ваша все-таки встречаться с девушкой, целоваться, зажиматься и заниматься сексом. Может быть, любовь и романтика, дарить друг другу цветы и все прочее, потом мужем-женой стать. Но, понимаете, для этого посреди пустынной улицы на солнцепеке не надо разговаривать о том, какой ты программист. На самом деле, он выглядит достаточно обеспеченным и говорит, что программист. Впечатление создается, что у него есть деньги. Соответственно, девушка, которая заинтересована в материальном положении и найти себе мужика, на которого можно сесть на шею, она начнется с ним заигрывать и прочие вещи делать, чтобы втереться и потом, если он действительно имеет деньги, сесть таки на шею. Многие девушки мечтают сесть на шею. Такова правда жизни. Но есть и те, конечно, которые хотят о любви, говорят, и с милым рай в шалаше. Такие тоже есть, редко встречаются, но бывают. Есть и другие девушки, которые на равных могут строить что-то в отношении. Есть девушки, которым просто переспать хочется. И им без разницы, сколько ты получаешь, она просто проигнорирует это. У них разные тоже желания и взгляды, поэтому... Так, вообще-то довольно часто... Нет, конечно, нет, я забыл, о чем они разговаривали. Нет, слишком часто, но когда мне нравится кто-то, то и я одинок, то почему бы и нет. Только если они выглядят так, как будто очень хотят быть оттраханными. Если бы она была другой, можно было бы сказать, но она не одета так, что можно было бы ей сказать такую фразу. Нет, конечно, нет, никогда. Не поверит. Вообще-то, довольно часто. Ну, вот это самый нормальный вариант. Но я, что мне тут не нравится, типа кто-то и я одинок, я вот это исключил бы про одинок. Я бы сказал, не слишком часто, но когда мне кто-то нравится, то да. Не совсем, не часто, но когда у меня нет девушки... и я вижу кого-то, кто мне нравится, я иногда думаю, почему бы не начать разговор? Да. Можешь стать друзьями или встречаться, а может просто мило поболтаем, почему бы и нет? Да, согласна. И это правильный выбор, потому что это честно, прямо-таки, обеззарушивающе честно. И это, скорее всего, немного удивит ее. Но также это покажет, что ты говоришь правду, она может доверять тебе. Она увидит, что ты достаточно уверен в себе, поэтому говоришь прямо, не сочиняешь правду. Правильный выбор, молодец. Послушай, у меня есть пара минут, почему бы нам не выпить кофе? Оставите ей свой номер телефона. Слушай, я живу недалеко, и вся квартира... Нет, это с ней не прокатит. Послушай, мне надо встретиться с друзьями, но я хотел бы увидеться с тобой. Еще, какой у тебя номер? Можно, можно было это и раньше брать. Послушай, у тебя есть пара минут, почему бы нам не выпить кофе? Оставите ей свой... Давай снова телефон. Слушай, мне нужно встретиться с друзьями, но может быть ты мне оставишь свой номер, и мы позже позвоним. Ага, давай, договоримся о встрече, да, это круто. Почему я кофе не захотел взять? Она белок идет кормить, и она занята. Ну, у нее 40 минут. Ты неплохо спросил, а хоть и не лучшего результата достиг, а как принял некоторые решения, как и были не идеальны. Но ты сделал достаточно, чтобы увидеть ее снова. У тебя есть номер, молодец. Все. Результат. Казанова. Ох, Казанова, да. В общем, нужно идти прямо к ней, чтобы было много места для того, чтобы остановиться. Но ты можешь говорить, мы учились в одном университете, говорить преимущество нас самому. Типа надо первым всегда говорить, нет, я же говорил, это по-разному нужно делать. Посмотреть от девушки. Насколько общительная девушка? Не сама. Спросить ее советы насчет стрижки. Да, это странная штука. Лучше идти в белок с ней кормить, это идеально было. Спросить, как ее зовут, ответить, что тебя зовут так же. Небольшая шуточка, это клево. Да, шутка, шутка хорошая. Заинтересовать ее одним из своих хоббий. Чушь. Нет. Нет, нет, нет. Категорически против такой точки зрения. Категорически против. Я думаю, больше вреда принесет. Программист увлеченно рассказать про это. Не важно, что это сплощение, главное, увлеченно рассказать. Ну, можно рассказывать о своем увлечении, но какой смысл? Вы хотите показать, что у вас... То есть, понимаете, пусть не слишком часто, но когда мне нравится кто-то, я одинок. Это слишком честно. Можно сказать только правду, без указываться, что когда я одинок. Потому что это ставить ниже позицию, поэтому не надо. Послушайте, мне надо встретиться с друзьями, я хотел бы увидеть со с тобой еще. Как у тебя нужно? Но ты сделал достаточно, чтобы получить результат и увидеть результаты. Ты получил номер. Так что, хорошо. Знаете, сейчас уже время, видео подошло к концу. Я выскажу свое мнение уже в следующей серии, поэтому с вами был Плейбой Атомный, только революция, только победа, и до следующего эпизода. Встречайтесь с девушками. Спасибо.